Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! Меня зовут Новостной Ильдар, потому что я в рубашке, конечно же, а это... Смотри, да это ж вечернее шоу с приятным Ильдаром! Ура! У меня немного подсел голос, но ничего страшного, без видеороликов я вас оставить не могу. И сегодня мы с вами будем обсуждать новости. Две новости, которые меня действительно волнуют. Это Ольга Бузова и Ютуб. Больше мне ничего в жизни не интересно. Я не знаю, что с этим делать. Начнем мы, пожалуй, с новости, которая касается непосредственно меня. Такую сексуальную видеоблогерку. Думаю, пользователям сети тоже будет интересно послушать, потому что уже последние месяца 3-4 я планировал записывать что-то подобное, но так как Ютуб сам высказался и сделал впервые, наверное, в жизни что-то приятное, а не постоянное ограничение, я захотел прокомментировать эту новость. Ютуб запретит правообладателям монетизировать жалобы на короткие или случайные фрагменты музыки. Чтобы вы понимали, за последние полгода на мой контент и на контент более-менее популярных видеоблогеров постоянно прилетают жалобы. Жалобы от компаний, обладающих правами на тот или иной музыкальный фрагмент, фильм, какой-то видеоряд, мем. И они забирают монетизацию полностью с этого ролика. Где деньги, Лебовки? Точкой кипения, когда я практически, практически записал видео, был вот этот вот ролик. Беременна в 16, Россия, любительница постарше. Ролик собрал полтора миллиона просмотров и кое-какие деньги с монетизацией он бы мне все же принес. Даже достаточно неплохие. Но, к сожалению, правообладатель Adref for a third party кинули жалобу на мем. На мем в 5 секунд. Вот эта вот картинка и додумайте музыку. Согласитесь, один в один получилось. Голос английский. Все в жюри плакали. И вот после этого я просто взорвался. Ну и этого было недостаточно. В одном из видеороликов, помните этот мем, там где чернокожие пацаны кричат Вот этот вот Оказывается на него тоже уже появились права И мне за вставку трехсекундного мема Также сняли монетизацию Контент ID меньше 10 секунд Любого видео или звука практически не определяет Этим занимаются вручную От таких компаний правообладателей Есть такие микрокрыски Которые шаркают по всему ютубу На популярных каналах особенно Отсматривают ролик от начала до конца Господи, я просто надеюсь, что человек, который Смотрит эти ролики, он дико меня не переваривает Вот эти вот все шоу пересматривает И типа ищет, вот ищет каждую секунду Там музыка из Mortal Kombat За все это время на меня практически Вот на каждый третий ролик На каждый третий ролик Прилетела жалоба о снятии монетизации Все словно в сумасшедшем доме Почему это плохо? Во-первых, естественно, я не зарабатываю деньги Мы привыкли, да, что мы делаем какую-то работу Пускай она может быть кому-то кажется Не такой тяжелый, смешной Не такой сложный, как, например, разгружать уголь Но все равно это работа И хочется получать за нее деньги Ладно, мы не получаем деньги Второе Для чего делаются все эти мемные вставки? Мемные вставки, смехуечки Делаются только для того, чтобы Увеличить удержание аудитории Для того, чтобы Перезагрузился мозг смотрящего Это не выглядело монотонно Однотонно Не выглядело как подкаст А выглядело как такой полуобзор, может быть Чтобы действительно это выглядело как работа В которую вложили силы Ты не просто там, типа, рассказал о чем-то Без вставок, без ничего Типа, вот я сделал это и до свидания Ладно И так сойдет Нет, ты вложил силы Ты постарался, нашел вставки, сделал это Проблема в том, что сейчас это сделать практически нереально И из-за того, что мы, блогеры, не можем этого делать Удержание аудитории уменьшается А YouTube должен быть, наоборот, заинтересован в том, чтобы Задержать человека на сайте до конца его жизни Чтобы он не тратил время на саморазвитие Не ходил в школу, на работу Покупал пиво, садился перед YouTube И смотрел до бесконечности эти ролики Мне кажется, из-за этого может быть меньше просмотров Кто-то думает, ты меньше стараешься Но нет Но нет Просто этого делать нельзя По правилам YouTube YouTube должен был быть в первую очередь Заинтересован Для того, чтобы правообладатели Просто не буянили, реально Авторские права на мем Вы понимаете, что это какая-то корпорация Просто выкупает случайный ролик, снятый в интернете У них есть на него права по бумажкам Просто по бумажкам И люди просто не могут использовать легально В своих целях этот кусок видео Это, блядь, сумасшествие Это то же самое, если я, не знаю, сейчас продам, блядь, кому-нибудь Права на свое лицо И никто никогда меня никуда вставлять Ну это какой-то бред, это сюр Но вот такие вот законы, такие правила YouTube с середины сентября запретит правообладателям Подавать жалобы на ролики, где их музыка используется в течение короткого времени Этот запрет также коснется видео с непреднамеренным использованием музыки Например, из проезжающих мимо автомобилей И тут мы подходим к кульминации Вначале я сказал, что YouTube сделал хоть что-то маломальски приятное Но я не знаю, насколько это будет приятно для видеоблогеров Особенно для таких, как я Ну очень приятных, сами понимаете Правообладатели не смогут зарабатывать деньги с видео В которых используются короткие фрагменты их музыки или ее случайного воспроизведения При подаче жалобы они смогут просто убрать заработок с видео для его создателя Или заблокировать ролик полностью В компании надеются, что без возможности монетизации таких роликов Владельцы авторских прав с большей вероятностью не будут оставлять жалобу Или выберут вариант только с лишением автора ролика заработка То есть понимаете, YouTube все равно оставил возможность блокировать контент блогера Либо любого другого человека YouTube оставил возможность отключить монетизацию на этом ролике Даже несмотря на то, что сам правообладатель этого контента зарабатывать не будет И вот теперь правда интересно Правда интересно Насколько часто они будут кидать эти клеймы Если и после этого Если и после этого нововведения Я увижу хоть один, сука, клейм на 5-секундный мем Я не знаю Я объявлю бойкот, блять Не буду бриться Стричься Отращу ногти И буду жить на дереве Вы только представьте, что эти компании могут просто по приколу отключать Просто так Одно дело, когда кто-то перезалил там твой клип или еще что-то Понятно, человек просто пытается заработать на твоем контенте Но когда ты делаешь, блять, работу Обзор, не знаю, реакцию, все что угодно Ты вкладываешь силы, энергию, развлекаешь людей Стараешься что-то донести И для того, чтобы усилить эмоции Или показать какой-то момент немного в другом свете Ты используешь отрезок видео Из фильма, из клипа, кусочек музыки Ты не строишь на этом контент Это просто как дополнение И тебе хуяк И все И нету То есть по факту способ испортить жизнь контент-мейкеру оставили И я бы этих людей, которые вручную отсматривают все ролики, не увольнял Я бы сказал на месте ребят этих Давайте по приколу снимать Типа Ютуб-то разрешил Мне кажется, там должна быть какая-то отдельная пометка для блогеров Типа не надо Не надо забирать у них монетизацию Они работают для Ютуба Увеличивают удержание аудитории Стараются И все В общем, я могу бесконечно бомбить по этому поводу Спасибо Ютубу, что сделали хотя бы такое Но все равно лазейку под насрать оставили Ютуб не был бы Ютубом, если бы не сделал такого Спасибо, низкий поклон Итак, следующая новость, которая просто меня разорвала Взбудоражила весь интернет Ольга Бузова назвала себя блокадницей, облезав тарелку Весь интернет просто порвало Просто порвало от этого видео Вот она, настоящая Ольга Бузова Ты что прикалываешь? Ну вкусно, если бы нет Я блокадница Серьезно, вся Россия начала смешивать Ольгу Бузову с говном Будто бы такого никогда не было до этого Я блокадница Совсем что ли с дубу рухнула Ничего святого Приравняла себя к ленинградцам военных лет Я этого категорически не одобряю То, что сказала Оля Это черный юмор И в определенных кругах так можно пошутить Но только там, где люди поймут эту шутку Когда у тебя там 15 миллионов разношерстной аудитории Начиная от детей, заканчивая бабушками Которые были в этом блокадном Ленинграде Ну, это объективно шутка не на эту аудиторию Я считаю, что Ольгу Бузову как таковую Серьезно, можно вообще в принципе не воспринимать Она поет песни со смысловой нагрузкой для воробья У нее отличный контент в инстаграме Где она просто там себя снимает Снимает какую-то ерунду У нее миллиард сториз Она не живет без телефона Она такая классическая, показательная ТП в мире этом, понимаете? То есть она полный собирательный образ Вот всех девочек с IQ около 31 Возможно, это ее образ Может быть она супер гений умный в жизни Я ее лично не знаю Но образ именно такой И то, что она делает в интернете И какое сейчас она получает порицание Негативную волну Мне кажется, это не очень сопоставимо На нее там пытаются сейчас подавать В суды Привлекать какой-то ответственности За фразу Я блокадница Вы знаете, что с юридической точки зрения Тут можно, в принципе, доколупаться легко Ольгу, в принципе, могут, конечно, оштрафовать В 2014 году телеканал Дождь штрафанули на 200 тысяч рублей Лебедева за пост в ЖЖ на миллион рублей тоже штрафанули Но то целая СМИ Телеканал Дождь и Артемий Лебедев Бля, ладно Вообще, я бы лучше Артемию Лебедеву штраф Из логотипа выписывал, который он делает Особенно вот эти экспресс-дизайн за 100 тысяч рублей Хотел тоже снять подобный ролик Потом подумал, блядь, так жалко 100 тысяч за говно Могу просто зайти в пейнт Два круга нарисовать Написать приятный и все Не суть, в общем Ольгу могут привлечь к ответственности Но она, блядь, Ольга Бузова Она ничего плохого не сделала Кроме как просто сказала какую-то дичь Одну маленькую фразу Мне кажется, на нее и так сейчас куча негатива вылилась Когда начинаются целые репортажи по ТВ Пятиминутные С комментариями людей, которые были в блокаде Давайте мы сейчас про Римскую империю Пошутим, пойдем за комментариями к историкам Которые будут Юлия Цесаря защищать И говорить, что он много сделал для культуры Как вы можете плохо отзываться о Юлии Цесаря Конечно, это немного несопоставимые вещи Но все равно Я не защищаю Олю Она сделала говно какое-то За словами следить нужно Но то, что сейчас происходит в интернете Где эта вот повсеместная травля всею не унижает Блядь, да камон Она же девка Она же глупая девка Либо очень умная Для того, чтобы привлечь себе внимание Сделала вот такой вот ход Знаешь, что за ней наблюдает огромное количество аудитории Это будет в нашем обществе Действительно резонанс На недельку так точно Может быть на две Оля Бузова это чистое воплощение хайпа Она пукнула И эхо послышалось в другом конце России Всех это очень сильно волнует Каждый раз, когда вы хотите Кого-то в чем-то обвинить Начать порицать Задумайтесь А такой ли вы правильный и хороший на самом деле Может вы тоже иногда позволяете себе Шутить на запрещенные темы А потом в интернете начинаете кого-то гнобить Во всеуслышание Если вы такой человек Попахивает лицемерием, ребята Задумайтесь, пожалуйста С вами был, как всегда, я Приятный Ильдар Подписывайтесь на канал и ставьте лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok